Эмоции очень сильно влияют на принятие нашего решения, но мы, к великому сожалению, этого не замечаем. Всем доброго и очередного утра с Андреем Тихоновым. И сегодня у нас с вами пятница, а это говорит о том, что мы с вами продолжаем разбирать ловушки и иллюзии мозга Алексея Филатова, книгу Алексея Филатова. И сегодня у нас с вами следующая ловушка мозга, это эмоциональная эвристика. Алексей, конечно, здесь пишет очень-очень по-научному, поэтому я все-таки постараюсь это пересказать. И то, как я это понял, именно более с такой, с простой точки зрения и с позиции переговоров, и с позиции продаж. Вот смотрите, есть Алексей Филатов описывает основные эмоции, которые у нас присутствуют. Это страх, гнев, радость, печаль, грусть, отвращение, удивление. И все эти эмоции, как бы нам хотелось или не хотелось, стул что-то начал скрипеть, хотелось бы нам или не хотелось, они нам и помогают, и отталкивают нас. Вот давайте мы сейчас разберем такую интересную картину. Вот когда я общаюсь с агентами по недвижимости, когда я занимаюсь тренировкой, ставлю им навык презентации при заключении подписания эксклюзивного договора, то я всегда говорю, что ты должен быть уверен в себе, ты должен знать, что ты говоришь, ты должен верить в то, что ты говоришь. Но, к великому сожалению, я не могу прийти и посмотреть, как они это делают, но согласно тому, как люди общаются со мной, общаются со мной, я понимаю, что точно так же они общаются и с клиентами. И очень часто я у людей вижу чувство страха, чувство какой-то печали. И вот это чувство страха и вот это чувство печали люди замечают. Смотрите, чувство страха в чем вызывается? Чувство страха вызывается в том, что, блин, а вдруг люди не подпишут? А вот как они обо мне подумают? А вдруг они не согласятся? А что мне скажет мой руководитель? И вот это чувство страха человека заглушает. Чувство печали, это, знаете, это тогда, когда, ну вот, опять что-то ничего не получилось. И мы вот это все транслируем. Самое, что интересно, когда я был на обучении у Алексея Филатова, он затронул такую одну интересную вещь, что, в принципе, в принципе, наше внешнее состояние, они очень хорошо считываются вне зависимости, является человек профайлингом, профайлером или нет. То есть, что имеется в виду? Не нужно, не нужно быть специалистом для того, чтобы начать считывать те или иные эмоции. И сейчас я приведу на это пример. Вот давайте возьмем две, всего две эмоции. Гнев и радость. Я думаю, что каждый из нас сможет заметить без какого-либо, ну, не нужно никакого образования, чтобы вы взяли и заметили. Вот человек гневается, а вот человек радуется. Я думаю, что каждый сможет это определить. И вот давайте с этих двух конкретных эмоций мы с вами и поговорим. Смотрите, дорогие мои коллеги, мы очень часто, когда заходим в переговоры, я все-таки больше про переговоры, когда мы заходим в переговоры, вне зависимости, где и когда это происходит. В семье дома, на работе, с ребенком, с коллегой, везде, в очереди в магазине. Существует два варианта развития событий. Первый вариант. Мы можем гневаться, можем не гневаться. Допустим, нас что-то раздражило, раздражило. И нам бы нужно сказать себе стоп, и вот эту эмоцию гнева, ее просто-напросто погасить. Но, к великому сожалению, очень маленькое количество людей может это сделать. Прямо очень-очень маленькое количество людей. Я бы сказал, наверное, что даже никто этого сделать практически не может. И вот здесь, когда мы начинаем гневаться, или когда человек начинает гневаться, что переходит? Вот эта эмоция, она начинает передаваться другому человеку. И другой человек, что начинает делать? Точно такую же гневливую эмоцию включать. Давайте посмотрим, как из этой ситуации выйти. Смотрите, если вдруг у нас эмоция гнева начинает срабатывать, то самый лучший вариант, который может быть, это просто-напросто постараться себя остановить. Как это сделать? Кто-то рекомендует начать дышать. Кто-то задуматься, приведет ли сейчас эта эмоция гнева меня к тем результатам, которые мне нужны. Вот, как-то вот таким вот образом. Сказать честно, получается ли у меня пресекать эту гневливую эмоцию? Ну, не всегда. Я работаю над этим, но не всегда у меня это получается. Теперь давайте рассмотрим ситуацию, что происходит, если человек гневается, который напротив нас. То один из самых лучших вариантов, это, наверное, один единственный вариант, который я смогу дать, не перечить этому человеку. То есть, не подкармливать, вот стопку дров не подкидывать. И когда человек будет понимать, что на его гнев реакции никакой нету, то он, естественно, сам будет прекращать гневаться. Дальше. Эмоция радости. Эмоция радости заключается в следующем. Мы видим, когда человек позитивный, у него улыбка на лице, ему хочется о чем-то рассказывать. И вот эта его позитивная эмоция, она просто-напросто начинает передаваться к людям. У меня есть одна знакомая, одна знакомая, не буду называть ее имени, но, ну, может быть, кто-то тоже ее знает, да? Но это человек с таким позитивным, знаете, постоянно она такая, эй, эй, вот такая вот она вот вся. И когда бы ты с ней не общался, она всегда находится на какой-то вот на такой радостной ноте. И я стал замечать, что с этим человеком мне больше хочется общаться, чем с кем-то либо с другими. Почему? Да по одной простой причине, потому что она вселяет вот эту эмоцию радости в тебя. И у тебя день начинает происходить прямо вот, ну, совсем-совсем иначе. Совсем иначе. Поэтому давайте мы с вами, дорогие мои коллеги, сделаем вывод. Вывод заключен следующий. Если мы находимся в гневном состоянии, и мы тогда должны отдавать себе отчет, что благодаря нашему гневному состоянию переговоры могут прийти абсолютно не в то русло, в которое мы имели желание. И очень часто бывает, что мы, ссылаясь на гневное свое состояние, просто не получаем никакого результата. Но для того, чтобы люди имели желание с нами работать, общаться, то нам нужно тренировать себе эмоцию радости. На сегодня все. С вами был я, Андрей Тихонов, эксперт в области ведения переговоров и решений конфликтов, как в профессиональной, так и в личной жизни. Также хочу поблагодарить вас, дорогие мои подписчики, за то, что вы меня смотрите. Для меня это очень важно. Дает мне мотивацию быть для вас полезным. Подписывайтесь на мои социальные сети. Ссылка внизу в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии. Это помогает продвигать мой канал. Но делайте это только в одном единственном случае. Если мои видео для вас действительно полезны и вы считаете, что я достоин этих лайков. Задавайте интересующие вас вопросы. Я с огромным удовольствием буду на них отвечать. А самое главное, берегите себя. С Богом!